Гололед на дорогах, вопросы капремонта, непонятные суммы в квитанциях по кварплате. Эти и другие наболевшие вопросы смогли задать жители Чебоксар, позвонив по прямой линии в городское управление ЖКХ. В связи с недавним нововведением по оплате капитального ремонта, вопросов по этой теме поступило немало. Немало жало было и по поводу многочисленных машин, стоящих во дворах. Автовладельцы из-за недостаточного количества парковочных мест ставят свой транспорт прямо на газоны. Мы в прошлом году построили парковки в три раза больше, чем за год. И в этом году точно так же будем продолжать строительство парковочных мест. Хотя в четыре раза будет увеличено финансирование по сравнению с 2013 годом. Я уверен, данная программа не только 2015, а и 2016 год это перейдет. Еще одна проблема – освещение. Столкнулись с ней граждане, проживающие на школьном проезде, чей путь лежит по Энгельсу в сторону строительной больницы. Темный очень проезд. Темный. И две лампочки. Повесить просто две лампочки для пенсионеров. Тут машины ходят. Опоры они есть? Стоят? Опоры стоят? Опоры стоят. Там все. Неужели у города не хватает рез, чтобы включить эти два фонаря? Все. Лев Николаевич, записали. Записали, да. Я думаю, где-то, если действительно там просто лампочки не горят, завтра, послезавтра... Нет, там еще... По-прежнему хватает нареканий к деятельности управляющих компаний. Кому-то, по словам звонивших, без их ведома завысили оплату за капремонт. Кому-то сумму на общедомовые нужды. А где-то температура горячей воды еле достигает 45 градусов. Все адреса записаны, все обращения будут проверены, а замечания устранены. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.